МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать к нам в гости снова! Я вас всех очень рада приветствовать! Оставайтесь вместе с нами! Сегодня я начну пока в гордом одиночестве. Сегодня запланировала генеральную уборку на кухне, полностью перестановку, потому что кухня у нас, как видите, очень маленькая. Кто в первый раз у меня на канале, поясню. Мы сейчас находимся в Таиланде, уехали из нашего большого дома с большой кухней, и здесь сняли апартамент, больше удобный для детей. Для мамы не очень удобная. Кухня здесь очень маленькая, крохотная, и поэтому мне хочется полностью ее сегодня освободить и потом поставить все на места таким образом, как мне будет удобно пользоваться. Мы здесь живем уже около двух недель, и я уже поняла, где должны стоять тарелки, стаканы. Купила полочку, еще несколько полотенцедержателей. Думаю, что получится хорошо. Уже получилось хорошо, поэтому могу с вами поделиться своим опытом. Спасибо за просмотр! Мы прилетели сюда на самолете, не брали с собой ни одного продукта, а сейчас, как видите, полные полки, и каждый раз, идя в магазин, мы все равно что-то докупаем. Соль, сахар, масло, перец, какие-то приправы, дрожжи. Конечно, до конца это не расходуется, потом просто передадим нашим соседям, так же, как и нам передавали, и они, я думаю, что всем этим будут пользоваться после нас. Я сейчас убираю эту микроволновую печь, потому что ей мы не пользуемся, она занимает очень много места, и все лишнее с этой кухни я убираю. Оставляю только самое необходимое. Сейчас беру все моющие средства, тряпочки, и начинаю уборку. Кухня почти все освободила. Я думаю, что вы на меня смотрите и задаетесь вопросом, зачем же мне все это нужно, зачем я сейчас занимаюсь генеральной уборкой кухни, когда живем мы здесь временно, зачем вообще трачу на это время, можно вызвать клининговую компанию, пойти вместе с семьей погулять на море. Я вам отвечу на этот вопрос, потому что он очень часто задаваемый. Я очень люблю убираться, я очень люблю организацию какого-то нового пространства, и для меня на самом деле этот процесс в радость у меня успокаивает, заставляет мне большое удовольствие. Я не хочу вызывать никакую клининговую компанию, потому что они не смогут положить, разложить вообще всю посуду на моей кухне, так как мне это нужно и как мне это удобно. Поэтому я решила, что могу потратить это время, заодно покажу и вам всю свою рутину на кухне. Какая бы большая или маленькая кухня ни была, для меня самое главное, чтобы было много пространства для приготовления еды. На этой кухне оно находится между раковиной и плитой, мне кажется, это ровно квадратный метр, на нем стояла сушка, стояли еще какие-то стаканы, мне это было очень неудобно, и я решила, что эту сушку я перемещу на холодильник, она будет находиться рядышком с раковиной, но просто чуть выше. Я уже пользуюсь такой сушкой на высоте, наверное, дня три, потому что видео выходит немножко с запозданием, мне очень удобно, ничего никуда не капает. Сейчас я занимаюсь отрыванием этикетки, она меня очень сильно раздражала, я вообще не люблю такие вещи, поэтому я решила потратить пару минут и ее убрать. Я думаю, что хозяева скажут мне спасибо за это. За несколько дней до этого мы с детками ездили в магазин, где много было промышленных товаров для кухни, я хотела купить какие-то крючки, полотенце-сушитель, подвесную полочку вот такую увидела и купила, потому что стоило все это недорого, один товар около 120 рублей и до 200, может быть чуть-чуть подороже, мне очень удобны эти вещи, поэтому я решила потратиться один раз, потом все это, конечно, я заберу к себе домой, и они тоже, я думаю, будут еще мне служить верой и правдой. Можно, можно, ем, нужно, я? Мешай, мешай. Вот так, мама. Угу, красиво. Что дальше? Все, не надо, вот тут есть замочек, вот здесь. А вот это надо? Вот смотри, у муки нет замочка, надо закрывать, это надо рассыпаться, видишь, как сыпется сегодня, вот еще нет замочка. Вот еще нет замочка. Я не жду никого. Ты, а, ложки, я никого не жду, берите маски, лечки. Быстро! Мамочки! Нет, если так надо закрыть, надо еще пока закрыть. Постучись! Откроем! Дети пришли с прогулки как раз вовремя, всю основную грязную работу я уже выполнила, и сейчас мы вместе с ними, они помогут, поставим все на свои места, наведем красоту. И сейчас я открыла шкаф, он здесь был всегда, с пола до потолка, в нижней части хранится у нас обувь, а сверху всего лишь две полки, опять же, одной не было, я сейчас хочу поставить на свое место, и здесь у меня будут храниться разные крупы, макароны, и на верхней полочке сухие завтраки и сладости. Ну, и также что-то такое, что не должны доставать дети. Сейчас стоит там кофе, я, конечно, поставлю его ближе к чайнику, здесь будет далековато для чая, для кофе. Вот это вещь я, а это ты, кто и будет развеять? Я вам рассказывала уже историю про этот шейкер, нам оставили его ребята, которые здесь жили несколько месяцев, конечно, домой они его не повезли, и оставили нам, а мы, в свою очередь, пользуемся им каждый день, дети делают какие-то смузи, что-то замораживают, мороженое, поэтому он нам очень сильно пригодился. Сейчас все ложечки и вилочки я возвращаю на свои места, так приятно, когда уже здесь все чисто, и я думаю, что со стороны вы заметили, что я постаралась как можно больше светлых вещей поставить на кухню, на видное место, чтобы зрительную кухню сделать чуть-чуть посветлее. Когда здесь была микроволновая печь, стояли какие-то еще темные приборы, чайник тот же темный, они затемняли эту кухню, поэтому я постаралась все темное спрятать, а светлое поставить на видное место. Я пробовала этот большой стол придвинуть к кухне и таким образом немножечко увеличить столешницу, и опять же кухня бы казалась чуть-чуть светлее, но не наш вариант, все-таки на 6 человек не очень удобно получилось, поэтому стол я отодвинула, но этот вариант я вам просто показываю для того, чтобы со стороны вы посмотрели и может быть какие-то изменения задумали на своей, если у вас кухня очень маленькая, всегда можно принять какое-то решение, даже временное, попробовать, если не понравится, то всегда можно все вернуть на свои места. Я освободила нижний ящик и туда положила бумажные пакеты, там будут храниться овощи, и один пакет с полиэтиленовыми пакетиками я повесила, но опять же можно его спрятать внутрь, но там у нас мусорное ведро, стиральные порошки, не очень много места, поэтому я решила тему дерева продлить в этом мешочке, который сейчас висит на крючке возле раковины. Нет, ну это он. Вот ты сидишь, пакетик сидишь? КОНЕЦ Сегодня на обед я готовлю рагу из баклажанов и использую все основные овощи, которые у каждой хозяйки есть дома, я думаю. В кастрюле у меня сейчас немножко свиного фарша, он тушится, и затем я добавлю нарезанные овощи, морковка, лук, зелень, помидоры и сами маленькие зеленые баклажаны. Здесь они на рынке и везде продаются, их готовят во всех кафе, очень вкусные, мне порекомендовали их друзья, и я теперь с удовольствием их готовлю. Я добавила сюда томатный соус, затем приправы, это соль, карри, перец и чеснок рубленый. Все, наша рагу готова. Мама, он опять ест огурцы. Значит, Миша, мы еще будем ехать, это Миша, все, салит, съел, есть и не съел. Подождите, мы еще за 100 не сели, верните сюда огурцы. Почему? Миша, ты влез в еду? Горячую? Да, это очень больно, покажи место, где болит. Указал, хаточек, пошли помоем холодно, под холодную воду. Да, я уже сказала, надо покупать большую воду. Да, не, 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 но теперь мы вместе с вами отправляемся в контактный большой зоопарк, называется он Малайфарм, я думаю, что вам будет тоже очень интересно, мы были здесь первый раз, эмоции, эмоции просто переполняют, детям очень понравилось, я думаю, что мое видео передаст вам все то, что мы увидели и прочувствовали. Малайфарм, ауна anesthetка, я думаю что мы сюда еще не раз вернемся дети были очень довольны и много домашних животных которые можно было пообщаться самое главное покормить в этой козочке была сломана лапкой она так постоянно ходила на одной этой ножки для рыбок тоже продавали специальные бутылочки и можно было просто поливать на воду но мы конечно хотели поэкспериментировать и в принципе у рыбок получалось даже прихватывать эту сосочку мы с мужем смеялись потому что он покупал бутылочки с молоком детям мне кажется раз пять это точно каждая бутылочка стоила 40 рублей на русские деньги или 20 бат на тайские и конечно для детей это было невероятное удовольствие кормить этих маленьких поросяток у них такие классные нежные брюшки так они здорово хрюкали самая большая радость для детей в этом зоопарке что это было это было и 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 с собой в дорогу отварные яйца, воду и сэндвичи, решили перекусить, потому что никакого кафе мы не увидели, оно было закрыто, только в конце побаловали детей мороженым. Я присела на эту качель и мне так хотелось просто тишины и покоя, меня качели очень сильно укачивают, особенно когда еще рядом черепахи лежат, это конечно то еще зрелище. Все, мы потихонечку возвращаемся, будем уже уезжать и хочу показать вам крокодилов, я так была удивлена, в первый раз я видела живых крокодилов, еще и которые ходят своими ногами, да уже шумно становится, дети шумят, играют. Все, мое видео подходит к концу, если вам интересно, вы можете перейти на канал Логовой, там тоже вышли несколько новых видео, думаю что вам будет интересно, оставлю просто в конце заставки. Всем пока-пока!